теперь поговорим опять-таки один из ваших вопросов вот человек говорит я хорошенько там изучил пищеварение и в частности поясните мне вот поговорим на такую тему это особенно касается лечения важно и второстепенно эту идейку мне как раз подбросила я как-то упоминал что вот если у человека какое-то серьезное состояние особенно там с болями не работает мочевой пузырь переполнен, моча никак не идет ну и примерно другие аналогичные состояния то здесь надо уже знаете не обходиться какой-то малой кровью, а действовать по-крупному действовать по-крупному и мощно тем более если состояние такое, что терять уже нечего и как правило для этих целей уже используют не травки там, не какие-то упражнения, а используют голодание голодание в первую очередь вот человек ну не знает как себе там вылечить вошел в такое вот состояние, хотя он может быть знающий, хотя он может быть вот считает себя что он имеющий и так и сяк, но чтобы он не применял толку нет, а есть какие-то там только ухудшения это говорит, что все эти методы, то есть есть какие-то знания, но ты их не знаешь как применить ты их применяешь неправильно значит опять-таки надо, вот я говорю, бросить все, сесть и крепко задуматься что у меня, почему получается неправильно и вот здесь-то, вот здесь-то, когда человек расписался в полном неумении, непонимании он это мое мнение, я его скажу он, вот если он хочет жить должен довериться силам природы, его создавшим я уж не буду говорить, что довериться Богу, отдать себе Божьи руки но это примерно так и будет довериться силам природы создавшим его организм а именно это ГОЛОДО здесь очень важно понимать что построение человека начинается с духовного уровня начинается с той частички, которая вот чтоб вам наглядно это было понятно которая начинает работать в яйцеклетке в оплодотворенной яйцеклетке и начинает строить организм человека начинает строить будущего человека здесь в первую очередь разворачивается информация это очень важно понимать информация это энергетическая то есть сначала чертежи будущего человека прорисовываются энергетически разворачиваются разворачиваются какое будет тело где будут органы находиться как она будет работать это все разворачивает эта программа и на первых стадиях на первых стадиях вот смотрите интересно когда еще все это находится в матке у женщины нету ни ума никаких иных влияний которые бы могли повлиять на эту программу они конечно есть но природа старается максимально защитить для того чтобы вот эта программа построила организм построила организм без разного рода каких-то посторонних влияний и воздействий для этого вот как раз материнской утробой и защищен развивающийся формирующийся человеческий организм вот это важно поймать далее эта же программа продолжает прорисовывать физическое тело то которое у меня оно есть органы и функции оно начинает все это делать поддерживать это называют по йоговским понятиям сила кундалини которая первоначально строила твое тело а потом она его поддерживает и вот когда мы вступаем вот в эту вот жизнь у нас естественно появляются и органы чувств у нас появляются и ум у нас появляется и все все вся эта психическая активность которая которая она так же идет изнутри она изнутри и в зависимости от того в какой цвет она окрашена она может нам помогать она может нам не мешать а в большинство случаев вот эту жизнь которая здесь у нас имеется она начинает искажать унитать вот эту вот программу которая строит организм через тонкие тела вот эта вот энергия как бы сказать с духовного уровня она сочится она проступает она он говорит лучится как угодно ее назвать и она строит наше тело функции и вот мы смотрите любое питание любое питание это нечто чужеродное которое вызывает свои какие-то искажения вот в нормальном нормальной нашей информационной энергетической системе то есть поступление пищи умственный процесс он тоже вызывает какие-то искажения в зависимости от того какой ну и прочее другое какие-то тут излучение идут какие-то геопатогенные зоны там какая одежда на нас в каком помещении мы находимся и так далее и тому подобное все это влияет как в положительную сторону а чаще всего в отрицательную сторону то есть вот у нас есть вот этот потенциал вот этой жизненной энергии которая идет с духовного уровня его можно исчерпать быстро можно продлить и сохранить можно даже как-то увеличить а можно бездарно профукать просто бездарно понимать и вот когда человек заболевает это говорит о том что имеются какие-то существенные искажения мешающие нормально вот этой вот программе осуществляться проходить вот эти все стадии от духовного уровня до физического и вы не знаете как их устранить не знаете возникает допустим у вас там спазм мочевого пузыря у вас возникает еще там что-то там такое и поэтому поэтому вы говорите ну вот я бессилен я не знаю как и что Господи научи научи подскажи я отдаю тебя свои руки отдать себя природным силам строящим организм и можно сказать в Божьи руки это полностью довериться полностью довериться и доверие это подразумевает что вы не мешаете осуществляться этому процессу то есть вы пьете только воду да вы там делаете очистительные клизмы чтобы лучше удалялось то что там будет выходить из организма чтобы не было такого явления как самоотравление интоксикация то есть помогать своему организму вот так вода лезьми прогулки более-менее какой-то такой благожелательный настрой с надеждой на исцеление а все остальное начинает делать вот дух когда нет искажающего влияния пищи в первую очередь как чужеродные вещества которые вносят свою информацию в вашу систему пища вносит информацию это очень важно понимать самые питательные вещества является информация с которой надо вот этой системе работать даже они сами я уже не говорю о том что это какой-то яд сама пища это информация энергия которую надо претворить в свою на это на это надо потратить свою собственную энергию вот и у вас потихонечку начинается разворачиваться вот эти вот процессы самоисцеление которым вы не мешаете вы просто наблюдаете как это наблюдать это конечно очень сложно быть сторонним наблюдателем самого себя вот как бы сказать отстраниться от своего собственного тела своего собственного организма и понимать и ждать как там идет работа но тем не менее вот в этом и суть голода это то что вы должны довериться собственным силам организма идущим с духовного уровня и вот отдастся на волю проведения на волю попросту говоря бога и он и вот эти силы которые создавали ваш организм теперь на голоде не получая никаких искажений никаких каких-то влияний кстати тут конечно надо и психику настроить но она потихонечку тоже сама начинает настраиваться они начинают работать и у вас вы как бы по новой прочерчиваете чертежи искаженные чертежи болезнетворно искаженные чертежи своего организма опять в те которые должны быть которые задумала природа которые прорисовал ваш дух конечно тут очень хорошо и настроиться человеку еще вот настроиться на на голод это будем говорить непростая задача непростая работа которая обычно не уделяется должного внимания а там пошел в клинику там вот тебе делают и так далее нет ты тоже должен настроиться это я понял пройдя практически пройдя через годы голодание наблюдение за собой что должно произойти у человека потому что он вообще не может настроиться на голод он его воспринимает как нечто вредное опасное а голодать с таким умственным настроем ну толку не будет вот настрой настрой это еще но тем не менее тем не менее на голоде смотрите происходит расслабление происходит вот целительная работа так как она должна быть под контролем под контролем организма а не просто под чем-то там контролем который который видит одно понимает другое делает совсем третье значит расслабление идет контроль осуществляется плюс организм уже расслабляется я сказал значит и снимается боль на голоде начинают уходить вот эти вот разного рода болевые там спазмы там болевые проявления самые разные самые разные могут появиться головные боли там тошнота но это из-за того что недостаточно делается очищение организма на голоде потому что выделяется много шлаков которые всасываются в кровь и вот в первую очередь это голова начинает чувствовать да и будет слабость слабость объясняется тем что организм начинает разворачивать процессы жизнедеятельности не для того чтобы бегать и добывать пищу бабки стружить а для того чтобы вести самоисцеление вот такую работу поэтому он слабеет это нормально чтобы не было головных болей от интоксикации надо своевременно применять очистительные процедуры в основном это клизм очищение на голоде идет вот смотрите следующим образом оно идет чтобы вы понимали что происходит на голоде я это неоднократно видел и понимаю каждая клеточка начинает выбрасывать из себя ненужное вредное лишнее каждая клеточка все это поступает в лимфу межтканевую жидкость далее все это поступает в кровь лимфатическая система это у нас связано с кровью кровь проходит через печень и почку вот эти два органа на голоде получают повышенную нагрузку в печени кровь значит вот фильтруется там обеззараживается и и она также разрушается там в печени происходит кстати слово печень от слова печь горячо там температура повышенная в организме происходит расщепление красных кровяных телец и заодно в смысле образование желчи и заодно там же как раз вот идет при расщеплении связывание лишнего вредного там ненужного с с желчью момент образования разрушения красных кровяных телец вот происходит вот этот процесс что они с одной стороны распытаются с другой стороны вот это еще все лишнее связывается тем что распалась образуется желчь и вот эта желчь поступает в желчный пузырь и по мере его там накопления только он сбрасывается то есть вот вы делаете клизму раз два три ничего нет а потом хопа смотрите сколько вышло опять раз два три потом опа опять что-то у вас выходит именно через толстый кишечник плюс идет и очищение через почки почки также усиленно сбрасывает там моча моча может быть концентрированная с резким запахом вот это как раз почки работают над тем чтобы то что лишнее в крови выводилось ну первоначально все это акцентирует цепочка запускается из каждой клетки в межтканевую жидкость в лимфу с лимфы в кровь далее в печень и вот уже на уровне крови идет очищение либо через печень с желчью либо через почки в виде сброса мочи и для того чтобы почему мы очищаем толстый кишечник для того чтобы ну на голоде он несколько веловатый становится то есть там как бы вот эти вот шлаки вместе там с желчью поступают там сначала там в тонкий кишечник потом потихонечку движутся в толстый кишечник где-то там скапливаются потом когда они там начинают раздражать тогда у нас вызывается перистальтика толстого кишечника и и даже тонкого кишечника вот и происходит опорожнение но иногда этот процесс такой веловатый и бывает уже в толстом кишечнике лежат эти шлаки а никак организм не не сообразит чтобы их вывести стимула и в то же время он может частично их всосать что что вызывает вот эту самую интоксикацию в толстом кишечнике происходит всасывание когда формируется кал он обезвоживается то есть там масса должна сформироваться в каловую в оформленную каловую массу как правило колбасообразную и вот тут-то тут-то вот это вот и происходит всасывание откуда как это происходит чтобы там понятно было и пока значит там что-то оформится поступит нужный там импульс организм может назад всасывать вот это и появляется явление самоинтоксикация а когда мы с вами там на голоде примерно вот делаем клизму и смотрим о много мути вышло можно сделать вечером о много мути вышло всяких этих значит делаем на следующий день утром и вечером а потом сделали видим уже мало вышли сделали а ничего нету одна вода там вышла значит уже через день то есть все это так регулируется нет моста четыре моста нету в Турцкой области сделали какие-то горки туда-сюда ладно вернемся и вот это будет той работой которую вы не понимая как она происходит какие механизмы там запускаются вот это примерно так вам рассказал но тем не менее вы вот этим вот предоставлением себя в руки проведения в руки природы собственной вы способствуетесь самоисцелению не мешая этому процессу понимая понимая так я рассказал значит какие механизмы значит обезболивание когда тут надо снять спазмы вот эти болевые нормализовать отправление и прочее 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 возможно за один голод это не пройдет смотря как будет длительности но тем не менее повторяя 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 можно добиться великолепнейших результатов которые которых иными средствами просто достичь невозможно потому что вы не знаете на что воздействует на какие ручьи думаете на этот рычаг он только усугубляет ваше состояние что зачастую и бывает на голоде же главное все сделать правильно правильное проведение правильный выход и будет результат дать отдохнуть это вот сразу что в тяжелых случаях надо делать не понимая этого люди начинают что-то делать второстепенное несущественно они думают что вот тут вот поможет там допустим то ли какая-то процедура то какая-то травка то еще причем тут вот процедуры или травки если у вас процесс основополагающий процесс идет неправильно и вы уже предыдущими действиями вы же пробовали вы его не ликвидировали а наоборот отягощили у вас появились какие-то еще осложнения вот вы то-то то-то делали а толку нет только есть ухудшение то есть уже предыдущий опыт это очень важно как вот ориентироваться в своем состоянии ваш предыдущий опыт показал что вы всеми своими действиями поступками не сделали себе чего-то такого улучшения а наоборот только только нанесли какой-то еще вред вот важно осознать вот вы делали делали оздоровление или там она как-то знаете какие-то там процедуры вы делаете они временно улучшили состояние а потом прекратили делать все это опять повторилось значит о чем это говорить вы не влияете на первопричину которая вызывает эти все изменения вот почему надо сесть и крепко подумать где это первопричина на что надо надавить а так как я вам рассказал о самодиагностике такого 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 троякового вида это по паразитам это по расстройству жизненных принципов и это по по духовной части то есть у вас запускается психосоматическая цепочка которая идет с уровня духа она может и она как правило идет знаете вот как бы сказать в любом случае вот мы видим реку ну река начинается с родника исток есть реки родник откуда-то бьет вот этот ключ так вот у нас вот этот ключ который строит наше тело нашу жизнь является вот это духовная частичка частичка творческая частичка от самого творца и значит вот на этом участке на этом участке имеется 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 искажение которые не дают возможность правильно полноценно осуществляться в вашей жизнедеятельности часто это бывает часто это бывает внешнее подавление психологическое самоподавление ну например ребенок живет в семье где один из родителей а еще хуже когда вообще родитель один и вот этот родитель начинает тебе вот диктовать и в кавычках обучать как надо жить хотя оставшись один особенно у людей разведенных говорит о том что он сам не знает как жить если он один остался человек разведенный он сам не умеет жить в то же время начинает учить ребенка но ребенка еще так надо а вот он это может ну уже по-всякому принимать особенно когда это начинается в подростковом возрасте вот тут вот подавление вот тут понимаете с одной стороны борьба чтобы жить свободно ну у ребенка а с другой стороны вот тебе навязывают свой образ жизни свое понимание и если еще малолетний ребенок анализа не может сделать между тем что что ему родители говорите что что получается что окружающим ты уже подросток прекрасно может анализировать все это и видя что тебя учат тому что на самом деле они сами не знают не понимают и у них не получается но они тебя пытаются учить у него возникает вот это вот бунтарские все эти там проявления такие вот и в то же время этот бунтарский дух натыкается на 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 жизненные реалии что ты зависишь от родителя своего что ты от него никуда не уйдешь что вот тут твой дом проживания и приходя домой ты получаешь очередную порцию наставление ты получаешь еще что то там такое вот это как говорят ломает психику и уже вот этот слом это уже как раз начинается искажение между духом и плотью вот на этом участке ваша психика поломана искаженная бунтующая либо же подавленная что и наблюдается в конце концов она мешает этому потоку ведущему выстраивающему ваше тело и что мы имеем мы имеем вот именно с этого детского уровня юношеского развития психосоматического заболевания которое становится со временем хроническим и потом мы начинаем что то там лечиться вот давление там повысилось вот еще что то там будто это давление у нас повысилось знаете вот само собой оно почему то взяло и повысилось причины то были где эти причины и вот в связи с этим очень важно если вот так уже дальше раскручивать это все очень важно это это все в первую очередь понять и во вторую очередь вот поняв это простить простить самого себя принят таким каким ты есть и простить тех людей которые создали атмосферу в вашей жизни которая привела к подавлению подавлению вашей личности подавлению и чтобы вы от этого груза освободились это понятийный уровень это важно также понимать понятийный уровень в начале должен быть а не тупое исследование рецепту дайте мне рецепт я сейчас зафигачиваю и буду здоров не будете вы здоровы даже если рецепт подействовал так как надо и вы попали в точку и вы будете так окрылены вот рецепт действует что следующая ситуация опять приводит к тем же самым там рецидиву и вы опять будете принимать вот этот рецепт который на вас подействовал или еще что-то там такое вот это мне я спасаюсь вот такая вот такое выражение есть я спасаюсь от периодически возникающих вот таких вот вещей тем или иным методом рецепта это говорит о том что вы на первопричину не подействует понятийное то есть человек умнеет это приветствуется умнеет и здоровее правильно правильно меняет свое мировознение так как в нашем еще во всех этих тонких телах накапливаются шлаки от эмоциональных переживаний и такое есть у нас вот смотрите черты характера это в нашей информационно-энергетической структуре возникли такие жесткие энергетические тяжи которые и называются чертами характера побуждающими нас вот действовать и так вот так вот как говорится займешь нет не займу то есть жесткость отвечать и вот эта вот жесткость начинает также вызывать какие-то неблагоприятные изменения которые далее начинают проявляться оформляться какие-то физические болезни искажать физиологию искажать уже телесные структуры их также надо вывести для этого применяется интересная такая методика очищения полевой формы жизни когда с помощью дыхания быстрого дыхания происходит сканирование самосканирование в свет вашей системы там где имеются вот эти вот блоки скуски эмоциональной энергии там вы чувствуете болевые ощущения потому что энергия не проходит она там спрессована и далее далее с помощью того же дыхания если дышать далее происходит накопление энергии и эта пробка пробивается либо расплавляется вот так вот у меня возникли ассоциации когда все это я делаю так что то я жучу слишком быстро самое интересное съездил в Крым там столько было этих камер видеофиксации и что то ничем мне не пришло я удивился неужели так так хорошо проехал что не попал в лапы кримским гаишникам ну очень много просто этих камер знаете стройка это одно строители строят себе одно отдыхающие едут себе другое делают а гаишники на всем этом делают для себя третье наплевать на стройку наплевать на отдыхающих надо вот на этом что то это самое поймите как можно можно максимально так ладно вернемся то есть ощущение полевой формы жизни вот я его проделал мне очень и очень оно понравилось и далее когда ты все это понимаешь три вида диагностики самодиагностики что у тебя выведено из равновесия над чем поработать вот над этим ты и работаешь вот это будет уже здоровый образ жизни не то что ты там бегаешь в прорубь лезешь там в спортзале фитнесом занимаешься а целенаправленная работа над своим собственным здоровьем в чем она именно правильно заключается и также точно в лечении вот можно сделать все что угодно какие-то там аппликации вот я с этим человеком побеседовал я понял он там грамотный он там то прошел он там все прошел он там это знает но вот грамотных людей знающих людей или можно так сказать начитанных людей вот есть такой начитанных имеющих информацию разного рода очень много достаточно людей интересуются вот я смотрю все эти каналы по интересам хочу там все знать что-то там а вот вот это вот в мире там или еще что-нибудь там такое очень много людей смотрят вот они нахватались разного рода информации но уметь применить эту информацию к себе в конкретном случае и достичь результата это получается только по-настоящему знающих людей а по-настоящему знающих людей оказалось очень мало очень мало и вот тут правда жизни если вы хотите выжить в этом мире вы должны стать знающим человеком не начитанным а знающим чтобы вы могли как помочь себе в каком-то трудном случае так и самореализоваться уметь самореализоваться в этом нашем мире да выпускают постоянно вузы специалистов и только единицы из них становятся какими-то самореализованными личностями а все остальные не получается у них хотя они вот считают себя умные знающие образованные по три образование у них а жить не умеют вот вот чем заключается поэтому такая вот беседа у нас получилась несколько там если что-то получается такое серьезное в жизни особенно связано с болезнью надо понимать где второстепенное а где основное как влиять на это основное и не запутаться в сетях второстепенного а сейчас вот как раз в интернет вот это вот все это вываливается рецепты и прочее прочее вы там будете там здоровы у вас там кровь обновится вы там помолодеете вы там ошалеете вы там еще что-то там заработаете за пять минут миллион хе-хе-хе благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо ПРО доброго здоровьица и до новых встреч до новых встреч